Друзья, всем доброе утречко! С вами, как всегда, Алексей Крылов. У нас начинается новый день. Сидим с котом, смотрим в окно, пьем кофе и настраиваемся на хороший день. Всем отличного дня! Коты по утрам кофе не пьют. Он попил водичку, поел корм и сидит вот тихонечко смотрит в окно. Все, уходим с тобой. Идем везти Дашу в детский сад. Котик тоже провожает Дашу в садик. Погладим котика перед садиком, да? И будем идти. Утро у нас начинается с апельсинового сока. Здесь он стоит 40 лир за большой стаканчик. Если его к морю подойти, уже будет стоить 70 лир, а здесь по 40. Вот такая красота получилась. Я попросил, чтобы меня еще сделали с ледиком. Сейчас так жарковато, поэтому всем доброе-доброе утро еще раз. Надо теперь поймать трубочку ртом. Я зашел в магазин. Так, мне нужно купить продуктов домой. Что я, наверное, возьму? Так, фарш я тут брал. Это когда готовил суп. Вот есть вот такой вот кефте. Нарисована корова. Значит, это говядина. Так, сколько у нас тут штучек? 12 штучек. Стоит 109 лир. Потом возьмем курицу. Так, а курица почем? Вот это вот сложно. Тут цен не пишет. А здесь я даже не понимаю, почем она. Ну, примерно куриное филе. Там я смотрел, 5 евро за килограмм идет. Вот куриное филе. Вот в этом магазине оно стоит, смотрите, за килограмм 109 лир. Это получается 3 евро 75 центов за килограмм, если вы евро переводите. Но это магазин называется BIM. Тут очень крутые цены. Прям мне этот магазин очень понравился. Так, давайте возьму еще немножечко куриного филе. Обязательно возьмем айранчик. Беру 2 литра. Зашел в другой магазин. В Мигрос. Получается, захожу. У меня в сумке продукты. Я говорю, куда сумку деть? Они говорят, так, ставьте решку и все. У них нет здесь кабинок. Специальное отделение, чтобы вложить туда сумки. Сейчас еще немножко куплю продуктов. Уже буду уходить. Так, возьму пару пальчиков кофе. Мы пьем по утрам. Возьму я, короче, вот такую здоровую банку этого кофе. Потому что, так видите, как она быстро заканчивается, из банки удобнее. Так, еще немножко продуктов беру. Мигрос это сетевой магазин вообще по всей Турции. Ну, он есть. И пишет, смотрите, уже тут, я говорю, он так адаптировался под приезжих. Пишет, груша. Плюс здесь пельмени, вареники. Я уже про это рассказывал. Здесь все. Творог есть. Вот он. Творог у нас пишет про 108 евро. То есть, а там 3 евро 70 центов получается. Как мне сказали, здесь в Турции лучшая, ну, может, одна из лучших кондитерских фабрик. Это Улькер. Это вот их национальный производитель. Кстати, знаете, кто основатель фирмы Улькер? Крымчане. Можете почитать историю фирмы Улькер. Там тоже очень интересно. Поэтому, ну, будете в Турции, вот, попробуйте именно Улькер. Ну, что, вот они мои покупки. Мясо, хлеб. Взял сухарики, погрызть детям. Ну, погрызть. Квартире накрошить. У нас как-то все чисто-да-чисто. Здесь в Турции чаек-бодрячок, перчик-огонек. Его съешь и прям вообще начинаешь весь гореть. Становишься горячим южным мужчиной или женщиной. Зависит от того, как у вас пол. Взял еще арбузик, кофеек, яблоки и айранчик. Без айранчика тут вообще никак. Так, сегодня, как оказалось, у нас рядом с домом есть вторничный базар. Получается, вот в этом районе два раза в неделю. Есть по субботам базар и есть по вторникам базар. Короче, базары тут очень часто. И очень много точек, где продают тоже фрукты и овощи. Цены там тоже отличные. Я решил прогуляться на вторничный базар. Сейчас уже, правда, времени, я вам скажу. Он там пишет в интернете до часов пяти-шести. Уже сейчас три часа дня. Я, наверное, приду под конец базара. Мне нужно купить очень важные вещи. Это подарок для Александра, потому что у него будет день рождения. Я, короче, даже не знаю, что ему брать. Но, в принципе, я уже придумал, что можно взять. Что мне в Турции очень понравилось. Здесь очень классные цены, знаете, на духи, на парфюм. То есть можно купить за 3 евро, не знаю, там вот эти вот парфюм. Вот эти Босс, Дольче Габбана, там Луи Виттон. Что там еще есть? Ну, короче, вот то, что при дефиле продается. И очень классные цены здесь на часы Ролекс. Можно купить за 5 евро часы. Вот подумаю, сейчас схожу, посмотрю. Может, что-то в этом направлении выберу. Таких низких цен я, по-моему, еще ни разу не видел. Я вспомнил еще вот парфюм Армании. Тоже продается здесь. Можно за 3 евро купить. Но иногда, знаете, заходишь в точки, и они говорят не 3 евро, а 7 евро. Но они видят, что ты хорошо выглядишь. Человек как бы не бедный за 7. Но надо торговаться до 3. И за 3 евро можно купить такой парфюм. Зашел вот сюда ради интереса спросил. Говорю, у вас роликсы продаются? Нет, там были вот часы Феррари. Феррари, Лакост. А я вот, мне роликсы нужен. Мне еще до базара идти минут 7. Но я вот как раз вот захожу тут, гляну какие цены. Может, на базаре там что-то нормальное и найду. Все, подхожу к базару. Здесь базар, знаете, не на площади, а это, как говорится, между домами. Вот просто была улица. И приехали, поставили точки. Я, наверное, продуктов немножко куплю. Я, в принципе, уже купил арбуз. Хотя, может, еще куплю базар. Ой, базар. На арбузе. Арбуз на базаре. Возьму еще, наверное, черешники. А, барабан? По 20 лир. Так, сейчас, да, посмотрю. Еще какая тут есть. Я бы взял, а там какую-то дыку позеленее. Потому что это какая-то переспевшая. Сейчас придусь гляну. Цены суперские. Помидорчики 20 лир. Евро у нас по 28-50, я уже говорил. Баклажаны по 5 лир. Вот такая позеленее черешня. Смотрю, по 40 лир. Так. А мне надо, знаете, отдел, где продаются вещи. Интересно, где же оно здесь находится все? Либо туда, либо туда. Тут такое разветвление идет. В общем, сейчас погуляем, посмотрим. Вот продается перчик-одонек. Не замаринованный, а вот такой он зеленый. По 40 лир за килограмм. Так. А ну, давайте попробуем такую черешню. Суперская. Давайте ее возьмем. Возьму килограммчик красный и килограммчик желтенький. Черешня колеблется тут цены от 20 до 40 примерно. К виду, примерно у всех все одинаковые, только разные цены. Базар тут просто огромный. Не сказали, в принципе, те самые продавцы, что и на субботнем базаре. Просто они в другое место переезжают и все. Так, сливы. Может слив взять еще? Давайте наберу какие-то сливы. Правильно? Очень классный тут запах. Пахнет зеленью, пахнет мятой. Мне захотелось купить мяты. Мне мяты не нужны? Мяты? Ага. А сколько? Не-не, а мята? Сколько? Нет, я верю, мята. Так, базар тут расширился, увеличился. Вот я нашел отдел с обувью, с одеждой. Но, наверное, еще не знаю. Может быть персиков возьму. Сейчас надо их потрогать, если они такие мягенькие. Нет, они какие-то сильно твердые. Абрикосы. Абрикосы у нас по 30, по 40. Абрикосы, по-моему, даже лучше. Здесь можно все пробовать. Попробую, которые за 40, наверное, их возьму. Короче, базар просто гигантский. Тут даже можно заблудиться, вам скажу. Сейчас я еще возьму клубники. И на этом у меня будет закончено мой шопинг-тур по базару. А? Попробовать? Так, попробую дыньку еще. Дынька так классно пахнет. Так, попробуем. Давай, кирки шпьет. Очень вкусная. Это один килограмм. Почем дыни? 20. Вот здесь почему? Еще купил дынку. Короче, сюда зашел и попал. Пока деньги не закончатся, ты отсюда не будешь. Все хочется купить. Все такое классное, свежее. Очень классный запах. Вот это зелень. И даже мятам. Я на нее нужна. Просто так круто пахнет. Подумал, дома поставлю. Или чаек можно на ночь заваривать. Ну что, больше дача я ротан, да? Еще в награде купим. Арбузы просто крутишь. Я не знаю, я его просто не унесу домой. Я бы целый взял, надо тачку было брать с собой. Хорошо, что взял сумку. Вон, она мне висит на плече. Может, хоть еще сачку выпить. Апельсиновый, как думаешь? Гюзлимой уже не буду есть. Здесь сок по 50 лир стакан. А на улице можно купить за 30 лир стакан. Это так, для информации. Вот пошли бренды. Ремни, Армани, Гуччи. Некоторые бренды я вообще не знаю. Я просто как вещах не особо разбираюсь. Дизель. Босс. Я сюда пришел за роликсами. Сейчас нужно походить и найти. Они тут 100% есть. Так, вот он. Вот он парфюм. Единственное, сейчас надо узнать цену. Я вот не разбираюсь, честно. Сейчас надо понюхать вообще, что это такое. Пахнет прикольно. Это Диор. Это, наверное, мужской. Вот это вот Миллион тоже такие популярные. В Дьюти Фри смотрел. Интересно, как ими брызгаться. Вот так взял. О, вот это прикольный запах. Может набрызгаться? Думают, что я миллионер. Так, вот они мужские ароматы. Босс. Шанель. Блюдо Шанель. Это у нас что такое? Том Форд. Ну, как бы с него, видите, тут стоит чаек. И получается, надо торговаться. Он может вначале сказать 7. Потом бы попили чаю, уже купили за 3. Потому что такие вещи, как бы, просто так не покупаются на раз-два. Ну что, смотрите, что я купил. Короче, знаете, какую сумму назвал? 20 евро. Я постоял, поторговался, купил за пятерку. Вот. Ну, он увидел, как бы я выгляжу, как бы серьезный парень. Поэтому цены сразу серьезные мне называют. Тут тоже есть, смотрю. Такие же ряды. Есть, наверное, ролик. Так, здесь, а есть роликс? Есть. А how much? Сколько стоит? Все, что будем торговаться. Роликсы. 3 тысячи лир rolex так я видел по 170 думал тут дешевле будут ну как-то мне что-то с ценами не везет здесь все еще немножко пройдемся немножко погуляю но если не получится здесь найти по нормальной цене rolex и тогда буду искать уже в городе там уже знаете такие магазины для местных они цены так и завышают кроме туристов так вот крутые наборы смотрите rolex по 20 евро на 2 можно купить за 35 часы кошелек зажигалка четки но это прям ну вы сами понимаете это уровень так ну что я все купил нашел человека который продает ролик сли не по там не по 30 не по 20 короче за десятку купил никто ниже не хотел продавать вот сейчас возьму ключеек и уже похвастаюсь покупками какой купил парфюм и какие часы вот цены кстати очень классно 10 трусов 10 на 10 штук можно купить за 10 евро и есть еще другие немножко четыре штуки за 10 евро цены вообще классный мы не знаю какие они по качеству здесь тоже пишут умный хилфигер хельвин кляйн я буду уже уходить из рынка видите кто-то покупает здесь ролики за 3000 лир более такие умные как бы как говорится про хаваную жизнь такие как я за 300 лир это суровый турецкий рынок поэтому со временем уже как бы все начинаешь понимать разбираться ушел плавничку за 40 большая хорошая такое тоже возьму взял клубнику единственное я говорю килограмм минусы пол два килограмма игру ладно вот так 80 лир получилось клубника классно это дорога из базара по которой шел судите 5 лет на евро сколько берем 5 килограмм практически 6 пистольный килограмм так это мои первые покупки еще не до раскладывал что еще купил два килограмма клубники сегодня прям затарился вообще хорошенечко так это потом пусть вам уже не разбил это потом покажу потом скинула килограмм потом киш-мыш пару килограмм есть честно я оцена озвучивал сколько это вот все вместе я уже не помню мята пучок 15 лир это у нас абрикосы за 40 лир черешня красная черешня желтая все по 30 по 30 лир два пакета два килограмма за всякие дынька турецкий мед как мне сказали так в общем еще накупил фруктов я думаю этого но хватит надолго на пару дней потом следующее парфюм серьезный ему когда дал часы горю упакуйте воров такой как бы как бы приличную упаковку потому что человек серьезный в принципе видно такие золотые сердечки ну как бы выглядит сильно классно давайте аккуратненько вскрою пакетик чтобы потом можно было закрыть покажу что я взял это просто не знаю смотрите какие стильные классные как сочетаются с парфюмом шикарные не знаю что еще добавить не считаю очень классно и круто меня правда еще не приглашали на день рождения но я думаю куда он денется правда давайте покажу наш холодильник что здесь хранится у нас вообще смотрите арбуз дыня водичка очень много сейчас фруктов виноград абрикос слива весна черешня желтая черешня красная клубника там у нас молодая морковка это вот короче все практически сегодня купил вот это я уже тоже потом потом здесь у нас еще овощи кабачки баклажаны помидоры перец сладкий лимончик молоко айран перчик огонек яйца чернослив это еще помом нет это да диана здесь вот так и такие конфеты остались и масло вот принципе а там щек йогурт и какие-то шоколадные сырая какая-то колбаса вот он наш холодильник интересно морозилки ночью есть есть куриные пельмени они же манты тур и тли пельмени мы ну что иду я на пляж сейчас надо перебежать дорогу знаете в чем здесь опасность короче очень быстро ездят машины сейчас мы словим такой момент когда их не будет вот все бежим и тут опасно ты перебегаешь дорогу и сразу выбегаешь на велодорожку короче тут еще можете взбить велосипед поэтому нужно быть очень и очень внимательным так здесь какой-то парашют у нас на пляже на улице сейчас ветерок ну принципе небольшой ветерок он такой легкий теплый сейчас я наверно туда спущусь и там уже быстренько искупаюсь времени у меня немного осталось мне еще надо пойти забрать дашу сегодня меня видите как получилось такой неожиданный день покупок ходил целый день что-то покупал я вам так скажу короче без машины очень удобно в принципе тут все рядышком есть но неудобно именно с детьми передвигаться потому что хочется поехать куда-то подальше чем посмотреть или я думаю в аренду что ли взять машину так принципе ну магазин сходить это нормально там садик отвезти а вот куда-то подальше поехать пойду ка я наверно в свое любимое место вот оно заведение называется queen куплю я там апельсиновый сок искупаюсь вот здесь классно смотрите сок стоит 70 лир и в моем распоряжении будет в лежаки душ там туалет короче всякие кресло и качалки детские комнаты очень удобно а в городе цены на сок получаются вот на базаре мне сказали 50 лир стакан стоит это просто на базаре выпить сок а вот здесь 70 но ты это будешь делать на лежаке и возле моря за лежак уже платить не нужно будет это я вам так для информации рассказываю здесь вайфай есть если у вас нет местной мобильной связи поэтому так найду и наверное какой-то вот такой кизачок возьму себе ну давайте за здоровье и за море с ледиком холодненько ну что друзья мы уже дома на этой прекрасной ноте будем заканчивать видео желаю всем счастья крепкого здоровья самое главное мир и всем самого-самого лучшего огромное спасибо что смотрите подписывайтесь на канал если не подписаны всем пока